Здравствуйте. Прежде чем назвать культуры, которые можно сажать в сентябре, скажу, что возможность высадки в сентябре зависит и от конкретного природно-климатического региона. В регионах, где суровая и длинная зима с большим снежным покровом высотой до одного метра, сентябрь, практически единственное время осенней посадки кустарников и многих цветов. А в Сибири, а также в регионах, в которых схожи природно-климатические условия, сажать нужно только в первой половине сентября. Если посадку произвести позже, корневая система может не успеть восстановиться до наступления холодов, и вам обязательно нужно будет обеспечить саженцам дополнительный уход перед отправлением на зимовку. Укрытие приствольного круга, окучивание, подвязка к колышку. Сентябрь, подходящее время, чтобы посадить луковичные цветочные культуры. Тюльпаны-нарциссы, гиацинты, императорские рябчики, декоративные луки, мускари, крокусы, мелколуковичные растения. Сцейлы, хианодксы, пушкинии, пролески. Тюльпаны. Посадку тюльпанов необходимо делать за полтора-два месяца до промерзания почвы, именно столько времени луковицам нужно для укоренения. Правильное место и время посадки тюльпанов. Залог качественного цветения. А так как погодные условия каждый год меняются, слепо доверять календарным срокам нельзя. Приступайте к посадке тюльпанов нужно, когда температура почвы стабильно держится 10 градусов. По календарю в средней полосе это время в основном приходится на конец сентября и до середины октября. Важно посадить тюльпаны вовремя. Если посадить рано, растение успеет прорасти, молодые росточки погибнут от мороза. Если посадить поздно, растение не успеет укорениться, ему на этот процесс необходимо 3-4 недели. Такие цветы зацветут позже весной. Если по каким-то причинам вы приобрели луковицы позже необходимых сроков, посадите цветы под зиму. Закопайте луковицы глубже, замульчируйте грядки толстым слоем соломы, и накройте нетканым материалом. Правильное место под посадку тюльпанов, хорошо освещаемое, защищенное от ветра. Обеспечьте отток воды с участка, чтобы луковицы не гнили в скоплении воды. Каждое растение имеет свои тонкости посадки. Тюльпаны не исключение. К секретам выращивания тюльпанов относятся. Расстояние между луковицами зависит от размера. Измерьте обхват луковицы, умножьте на два, получившийся радиус необходим луковицы для питания и роста. Глубину посадки каждой луковицы тоже легко посчитать. В легких почвах она составляет три высоты, в тяжелых – две. Крупные луковицы сажайте в центре или на заднем плане, мелкие – по краям или спереди. Так весной высокие представители тюльпанов не закроют низкие от солнца своей тенью. Нарциссы. Луковицы высаживаются в почву в первой половине сентября на глубину примерно 15 сантиметров. Нарциссы любят слегка возвышенные участки, без застоя талых вод. Обильного солнца и ветра они не терпят, поэтому идеальным местом считаются приствольные участки. Почву следует выбирать сублинистую, так как песчаная не дает нарциссам достаточно питательных веществ. За три месяца до посадки в грунт можно добавить перегной или навоз. Перед посадкой важно использовать сбалансированное удобрение с более высоким содержанием фосфора и калия по сравнению с азотом. Крокус. Этот первоцвет радует своей насыщенной окраской и отлично смотрится в альпинарии, вокруг деревьев и на клумбах. Сажать следует здоровые луковицы с сухими чешуйками, без вмятин и признаков плесени за 3-4 недели до начала заморозков. Участок для посадки крокуса должен хорошо освещаться солнцем, а почву следует выбирать сапесчаную или суглинистую, в меру увлажненную. От излишков воды посадочный материал может сгнить. Поэтому в лунки рекомендуется насыпать по маленькой горсти песка, чтобы не допустить переувлажнения. После процедуры землю следует замульчировать. Гиацинты. Высаживают луковицы гиацинтов в условиях средней полосы России и Южном Урале в конце сентября, начале октября. Как и тюльпаны, при слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при поздней, не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление. С наступлением устойчивых холодов посадки гиацинтов лучше укрыть. Для этого можно использовать сухой торф, перегной, опилки, сухую опавшую листву и лапник. Весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано. Рябчик императорский. Обычно рябчики высаживают в сад в сентябре-октябре. Вынужденное более позднее высаживание луковиц требует мульчирования места посадки и укрытия его дубовыми листьями на зиму. У луковиц рябчика нет кроющих чешуй, поэтому обращаться с ними нужно максимально бережно, не допускать пересыхания и механических повреждений. Если нет возможности посадить луковицы рябчика сразу же после покупки, предохраняйте их от пересыхания, поместите в чуть влажный торф или живой мох с фагнум и уберите в овощной отсек холодильника. Если рябчики императорские уже есть у вас в саду, то при пожелтении листьев летом их нужно обязательно выкапывать и убирать на хранение в теплом сухом месте до появления корней. Обычно новые корни у луковицы отрастают в середине августа, начале сентября. Появление корней и отростков и есть сигнал к тому, что убранные на хранение луковицы пора высаживать. На дно лунки обязательно насыпайте небольшой слой крупного речного песка, это защитит луковицы от загнивания. И сажать луковицы рекомендуется с легким наклоном вбок и заглублять их нужно при посадке на 5-7 сантиметров. Лилии. Самое благоприятное время посадки для луковиц лилий – начало сентября. Посаженные в это время луковицы прекрасно укоренятся и хорошо перезимуют, луковицы находятся в покое и не тронутся в рост. Но осенью трудно найти хороший посадочный материал. В основном продаются луковицы, оставшиеся после весенней продажи и почти год пролежавшие в холодильнике. Оптимальные сроки посадки лилий – конец августа, сентябрь и даже октябрь. При поздней посадке лилий лучше сделать укрытие. Нарежьте веточки кустарников и расставьте их над луковицами шалашом. Укройте дубовой листвой. Она меньше всего перепревает и слеживается. Накройте сверху перевернутым овощным ящиком, затем, непромокаемым материалом. Торцы ящика должны проветриваться. Прижмите укрытие тяжелыми предметами. Оптимальный срок для пересадки и посадки лилий в средней полосе России – август-сентябрь, в южных районах – октябрь. В принципе можно сажать и позднее, когда температура почвы близка к нулю, но в этом случае придется хорошо укрыть растения на зиму. Мелколуковичные. Новый посадочный материал мелколуковичных высаживают со второй половины, конца августа. На более легких почвах луковицы сажают чуть глубже. А на тяжелых чуть мельче от стандартно рекомендуемой глубины. Маленькие луковицы детку, лучше заглублять меньше, чем взрослые луковицы. Друзья, мне очень важно знать ваше мнение о видео. Просьба, пишите хотя бы несколько слов в комментариях о нем. Благодарю за просмотр. Продолжение следует...